Ребят, всем привет! Только я, только я так умею. Вон уже полицайна встречает, догулялись, допрыгались. Так, находится всё это дело в торгом центре, вот в этом большом здании. Да, это для тех, кто не знает. Вдруг всё-таки кому-то надо будет оформить паспорт, и вдруг не все знают, какие сейчас очереди, и как это вообще сделать в Юрмале. Сейчас вам расскажу, что мне рассказал сам работник паспортного стола. Ребят, всем привет! Только я, только я так умею. Когда жара, я одеваю 10 кофт, рубашки, что угодно, да? А когда вот сегодня прохладненько, Вера голая идёт, мёрзнет. Ребят, всем привет! Вы на канале Вероникс Лайв. Сейчас хочу быстренько для вас записать, рассказать немножечко про ситуацию, как мы пытались подать документы на оформление паспорта. У нас в Юрмале в Каугуре есть паспортный стол. Сейчас я выставлю видео и покажу, как оно работает и все дела. Кстати, небольшая такая заметочка. Сейчас написано было, что со 2 августа у них заболел работник, и поэтому они работать будут немножко не так. Ну, в смысле, меньше людей они смогут обслуживать. В общем, 40 человек на оформление паспорта, то есть, когда надо сфотографировать и все дела, и 100 человек на выдачу. То есть, раньше, значит, было больше. Сейчас с вами быстренько поделюсь, как мы попытались на прошлой неделе, получается, в конце июля, мы попытались подать документы, ну, ребёнку, чтобы паспорт, да, оформить. Вот, мы пришли сюда в час дня, вообще, ну, мы знали точно, что очереди везде длинные, особенно в Риге там вообще километровые, но там хотя бы есть запись. Запись есть аж на полгода вперёд, я слышала. Но эта информация, это не точная, поэтому вот вы сами там узнавайте. Я вам могу немножко сказать за Юрмалу, потому что я сама столкнулась с этой ситуацией, когда мне надо было менять паспорт. И что мне сказали, я вам ещё всё расскажу. В общем, пришли мы в час дня, народа было довольно-таки много, но не так, как в Риге, как очереди стоят на улице, такого не было. Все сидели, всем хватило места, там небольшое такое местечко, там, не знаю, на мест 50-е, что ли, может, меньше. Ну, в общем, маленькое такое помещение, и всем, ну, в общем, я прихожу и говорю, мне на подачу документов. То есть, я сначала подошла к окошку, пыталась оформить, да, у меня не получилось, потому что он не выдавал, всё, не было возможности. На оформление получить номерок. Вот, на выдачу ещё можно было, ещё было. В час дня, видите, ещё было на выдачу. Очень много людей сидели с номерками. Я пришла, всё думала уходить, а мне женщина говорит, что здесь живая очередь. Ну, и, соответственно, я, как бы, тоже встала в эту очередь, да, там, передо мной было 4 или 5 человек. Вот, я встала в эту очередь, и, как оказалось, зря, потому что эту очередь уже никто бы не обслужил. Потом вышла женщина, где-то мы просидели час, вышла женщина и сказала, что она, как бы, подключила ещё несколько номерочков, что можно пойти и выбрать. Но, оказывается, это только было на выдачу. Это я к тому, что на оформление в час дня это вообще нереально, мне кажется, попасть, если только в каком-либо Тукумсе или Риге. Но у нас это нереально. В общем, одна из женщин выбрала три номерка и дала один мне, один ещё одной женщине, те, кто стояли в живой очереди, на подачу документов. Хотя это было, мы понимали, что, скорее всего, ну, не прокатит. В общем, дождалась я своего, дождалась я, где-то просидела полтора часа, может, даже чуть больше вместе с сыном, пришли, а там мне говорят, что, ну, не, ну, это просто нереально. Сейчас вам дальше расскажу лайфхак, как можно всё-таки попасть без записи, потому что у нас в Юрмале записи сейчас нет. По крайней мере, когда я ходила, она сказала, записи нет, невозможно записаться, только Рига, Тугумс, ближайший там район, у нас нет такой возможности. Вот. В общем, она мне сказала, что точно сейчас нет, никак, а то всех придётся принимать, если меня примут. Вот. В общем, лайфхак такой. Вы приходите сюда, это объяснила мне и женщина, и люди, которые стояли в очереди, которые уже на выдачу приходили, они делились своим опытом, как они вообще оформляли это всё дело. В общем, сюда, вот сюда, вот это красное здание, видите, флаг висит. Сюда приходишь к, не знаю, к 7 утра, они, по-моему, работают, я покажу. Люди приходят к 7 и к 6 утра некоторые, это мне рассказали в вашей очереди. Работник сказал, приходишь рано, в общем, нужно прийти рано утром для того, чтобы встать в очередь, для того, чтобы потом пробить этот просто номерок, что на оформление. Но когда ты получаешь этот номерок, у тебя хоть есть шанс, что ты сегодня оформишь эти документы. Потом, конечно, наверное, полдня ещё надо будет ждать, потому что, ну, смотря каким ты придёшь. Чем раньше ты придёшь, тем больше шансов, что ты быстрее всё это оформишь. В общем, у нас система в Юрмале здесь такая. Если хочешь подать на документы, подать на изготовление документов, да, то приди как можно раньше и просиди. Просиди в очереди, не знаю. Ну, можешь прийти занять в очередь, пойти сесть в машину или, не знаю, здесь вот посидеть. Но другого шанса нет. Хотя эта работница мне сказала, что другого шанса нет. Но в то же время где-то за недели 2-3 у меня муж делал паспорт здесь, да, оформлял. И он пришёл сюда к 9 утра. Да, он пришёл к 9 утра. У него получилось получить этот номерочек на подачу заявления, да. И он посидел немножечко, посмотрел, с какой периодичностью, ну, как часто люди, сколько времени это занимает, да. Сколько людей проходит, там, не знаю, за полчаса. И всё, и пошёл домой. Пришёл через пару часов, ещё пришлось всё равно подождать, потому что, ну, всё-таки они же берут как-то и на выдачу, и на подачу документов, ещё какие-то вопросы там решаются, да. В общем, у моего мужа с первого раза получилось. Всё, не надо было ему приходить рано. Но вот сейчас подсказали, что надо прийти рано для того, чтобы всё-таки увеличить шансы на то, чтобы подать документы. Вот, в общем, такой геморрой я вообще не ожидала, что такое будет. Подать документы в Ригу я тоже не получилось. У меня только на полгода вперёд. А документы нужны сейчас. Ну, чтобы паспорт был у сына, да. Вот. Ну, мы, конечно, сами виноваты. Всё время, когда откладывали, откладывали. Ну, что делать? Придём рано утром, и когда это пойдём делать, возьмём вас с собой. Как-то так. Сейчас я вам быстренько покажу, как это место выглядит. Ещё раз покажу, как они работают, если получится, да. И всё. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Вот тут мы очень хорошо с сыном сейчас посидели, засняли это видео. Вот тут под зонтиками. Тут туннель. Вот возле этого кафешки. А тут рядышком совсем находится вот этот вот центр. Сейчас вам его покажу. Так, вот информация, то, что я говорила, что работник заболел. И вот время приёма. Тут ещё есть такая информация на всех языках. Вы обязательно прочитайте. Всё. Пойдёмте дальше. Так что вот, поделились с вами своим опытом опять. Вот в этом магазине, дама Монкунге, я покупала сыну костюм. Здесь очень большой выбор костюмов. Мало ли кому-то надо будет. То есть я даже в Ригу ездила. Вон, видите, они висят. Даже в Ригу ездила, и не нашла ничего такого интересного. Вот тут, я смотрю, у нас какие-то раритетные вещи. Вон, посмотрите. Какие-то штучки надо будет как-то прийти поснимать. Тут когда-то был боулинг, сейчас он закрылся. Здесь тоже что-то вроде секонд-хенда. Вот скидка 50%. Видите, как мы по темноте гуляем с ребёнком. А вот здесь, вот сейчас к нам переехал детский магазин. Вот, может кто-то не знает. Кики-рики. Время работы. Ещё раз говорю, надеюсь, мы не зря сходили. Потому что холодно. Но так хотелось рассказать вам эту историю. Вон уже полицай нас встречает. Догулялись, допрыгались. Сын говорит, мам, ведём себя естественно. Как будто бы ничего не было, как будто мы ничего не делали. Но мы ничего не делали, Максим. Мы даже пойдём в правильном месте дорогу переходить. Чтобы к нам не было никаких претензий. Так что, если хотите подать документы, приходите рано-рано утром. О, поскочил заяц. Сейчас полиция за ним и поедет. Так что, приезжайте рано утром. И будет вам счастье. Мы так и сделаем. Я возьму на работе выходной. И с сыном пойду пораньше. И с сыном пойду. И с сыном пойду. И с сыном пойду.